Летучие мыши стали неотъемлемой частью традиционных вампиров лишь недавно, хотя истории о них есть во многих культурах. В Европе летучие мыши и совы долго ассоциировались со сверхъестественным, в большей степени из-за того, что они были ночными существами. Однако цыгане считали их приносящими удачу и носили амулеты из костей летучих мышей. В английско-геральдической традиции летучая мышь обозначала осознание сил тьмы и хаоса. В Южной Америке Чамазотс был богом пещер и имел образ летучей мыши. Он жил в доме летучей мыши в преисподней. Все три вида настоящих летучих мышей, питающихся кровью, существуют в Латинской Америке и нет свидетельств того, что они имеют родственников в Старом Свете. В течение XVI века испанские компестадоры впервые повстречали летучих мышей и вампиров и узнали сходство между предпочтением в еде у летучих мышей и легендарных вампиров. Мыши были названы в честь фольклорного вампира, а не наоборот. Спустя многие годы летучие мыши были вовлечены в художественные рассказы и стали одним из наиболее важных вампирских ассоциаций в популярной культуре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok